В магазине, в тёплом помещении вы берёте лист и вот так вот сгибаете. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Нормальный результат. Одиннадцать, двенадцать. Берём китайскую. Видите, красивая, жёлтая, да? Сгибаем. Температура общая, ехали в одной машине. Согнул раз, два, три, четыре. Всё понятно? Ещё надо что-то объяснять? А с таким же сталкиваемся часто? 30% парафин, 70% воск. На каждом листе, на каждом листе фабричной овощины есть номер. Именной номер производителя. Я попробую показать здесь. Вы видите, вон цифры выживаны. Один, два, три, девять. Вверху. И надпись полумаксимум. В верхней трети листа на просвет вы всегда найдёте эти цифры. То есть фабричная овощина всегда оснащена этими номерами. Это не сложно. То есть в любом магазине, где вы её меняете, вы взяли, подняли на свет, нашли эти циферки. То есть это овощины сделаны на фабрике. Ну, то есть не где-то в подвале, да? А хотя бы на промышленной машине. А буквы? Буквы означают полумаксимум. То есть есть два вида ячейки. Полумаксимум и максимум. То есть считается, что максимум более глубокое, полумаксимум менее глубокое. Прозрачность овощины. То есть вы берёте лист овощины, и он должен светиться. То есть вы через него должны видеть свою воду. То есть если она мутная, это не очень хорошая призыва. То есть настоящий воск, он прозрачный. То есть чем лучше качество воска, тем прозрачнее овощина. То есть либо её не стерилизовали, ну, то есть не выдержали. Потому что в процессе отстоя оседают все взвешенные частицы, и этой мутноты просто нет. Понимаете? То есть воск просто могут накидать, он тает, и его походу татает. Вот один из признаков отличения, была она в автоклаве или нет, это вот её прозрачность. ГРУСТНАЯ МУЗЫКА БОДРАНТИБУЛКА Продолжение следует...